Вы смотрите РТС Ахпарат. Переходим к другим новостям. Согласно законодательству о жилищно-коммунальном хозяйстве, все многоквартирные дома должны быть переданы объединением собственников квартир. О новой форме управления жильем в следующем материале. В начале года вступили в силу поправки в закон о жилищных отношениях. Теперь вместо кооперативов собственников квартир или КСК будут создаваться объединения собственников имущества ОСИ. Жители смогут сами управлять своими домами и проверять лично, на что тратятся их деньги. На сегодняшний день основных форм ОСИ у нас в городе организовано 13 ОСИ многоквартирных жилых домов. 46 простых товарищей организовано на домах. И 4 дома у нас сейчас находятся документы на регистрации в органах крестиции по организации ОСИ. И работы по организации простого товарища мы проводим сейчас на 70 домах. На постоянной основе специалистами отдела жилищной инспекции проводятся встречи с инициативной группой из числа собственников квартир по разъяснению формы управления ОСИ. Жителям даются соответствующие рекомендации и оказывается содействие в организации, проведении собрания и письменного опроса. На сегодняшний день проведено около 400 собраний и встреч. Нами ведется работа по определению минимальных затрат на содержание общего имущества объектов кондоминиума. На сегодняшний день они находятся на согласовании. Размеры минимальные по проекту предусматриваются 34 тенге. Это в зависимости от классификации, от года постройки, от этажности, других технических характеристик. И максимально где-то по 58 тенге это уже будет распространяться на старый жилищный фонд. Всего в городе более 1200 многоквартирных домов. До конца 2021 года планируется перевести все многоэтажки на систему ОСИ. Кристина Каспирович, РТС Акпарат.